Ну что, друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами немного покатаем на моём втором аккаунте, ведь на нём мы с вами не играли довольно давно. Ну и, собственно, изначально я хотел записать данный ролик, играя воздухом, но потом понял, что воздухом мне сейчас играть довольно тяжело из-за 12-х корги-го, 12-х элитных варваров и прочей фигни. И поэтому решил покатать големом, потому что, как мне кажется, с помощью голема будет получаться продавливать всю эту фигню, хотя, возможно, нет, хотя, возможно, да. Сейчас, короче, посмотрим, что у нас в итоге конечным выйдет. Ну и, в принципе, как мы с вами, ребята, видим, первый противник подъехал, и начало каточки довольно успешно. У нас уже есть коллектор, я его выставляю, и очень надеюсь, что противник не среагирует на всё это дело и моментально не срубит его, потому что если у нас срубят коллектор сейчас, это будет очень плохо. Также, как мы с вами видим, противник там накинул своего мушкетёра, сейчас попытаюсь его встретить с помощью голем-голема, ну и, ребята, надо сейчас как-то отдеваться банально от всей вот этой вот фигни. Мне прям интересно, что ещё здесь пойдёт, как вы думаете? Давайте, допустим, сделаю вот таким вот образом, просто-напросто приму удар, вот так вот подморожу всё это дело, ну и, в принципе, ребята, буду сейчас именно продолжать свой заход через голема. Я сделаю вот так вот, оба-на, а что это у нас такое? Осторожно, ребята. У противника, как мы с вами видим, есть ночная ведьма, это довольно опасно, нужно её тогда разобрать. Ой, какая молния-то классная, слушайте, мы... А, нет, мы не попали по пламенному дракону, я хотел сказать, какая классная молния, ведь мы попали по пламику, но нет, нифига подобного, по пламику мы не попали. И знаете, в чём у нас сейчас довольно большая проблема заключается? В том, что нам сейчас с вами нужно отбиваться от вот этой вот всей фигни, а это не так уж и просто, на самом-то деле. Если честно вам сказать, я не знаю, как я буду дефаться от всей вот этой вот ерунды, потому что оно под рейджем, всё вот это вот дело. Вот просто посмотрите, сколько урона, буквально ни с чего я получаю, это обидно. Это реально было обидно, и вообще мне нечего сказать, это было просто обидно. Так, надо, значит, сейчас что-то придумать, смотрите. Ночную ведьму я бы сейчас отдефал с помощью лучниц, потому что фиг её знает, что ночная ведьма второго левела может сделать. Может сделать она на самом деле довольно больно, поэтому я буду её дефать. Тут я, ребята, сразу же ставлю коллектор, так делать ни в коем случае нельзя, когда у тебя эликсир прям впритык, а к этому самому коллектору брать его и ставить, но я челик рисковый. Мне прям сейчас и срочно нужно как можно больше эликсира. Как вы, ребята, видите, ситуация плюс-минус равна, но у него в любом случае хп на правой вышке больше. Ну, это неудивительно, он же 10-й, а я 9-й левел, это как бы нормально. Поэтому всё, в принципе, в норме. Сейчас, ребята, будем как-то пытаться выкручиваться. Я попытаюсь сейчас пройти через големы, правда, стоит ожидать какую-нибудь ту же самую валькирию, которая сейчас там будет наваливать довольно много люлей, но да ладно. Это не так важно, как что-то другое, что, правда, я не знаю. Так, ну что, я приготовил, ребята, молнию, сейчас я её не буду пока стелить, да вообще пока не хочу её стелить, если честно. А вот сейчас, мне кажется, самое время её выдать, чтобы разобрать у противника колдуна и этого самого мошкетёра добить. Ну и, ребята, всё, мы с вами продавливаем, как вы сами можете заметить. Ой, правда, вот это вот нехороший фаерболл. Ладно, его, его валичку мы вроде как добиваем на изи. И, ребята, наш выход полетели брать его уже на двушку, потому что, как мне кажется, это может сработать. Это действительно может сработать, если бы ещё, особенно не вот эта вот фигня его под названием... Ребята, тихо-тихо-тихо, стопэшка. Если бы не вот эта вот ещё его фигня под названием «Ночная ведьма», которая очень не вовремя зашла. Всё было бы просто шикарно. Там ещё и мошкетёр наслупит гром-гром-гром-спаси, пожалуйста, блин! Я столько эликсира потратил сейчас абсолютно в никуда, ёлки-палки. Ребят, всё плохо сейчас. Сейчас всё действительно очень нехорошо случилось. Господи, как же так можно было облажаться, я не знаю. Я сейчас пытаюсь наносить дамаг по левой вышке. Получается, но не так круто, как хотелось бы. Блин, это «Ночная ведьма», но на самом деле реально нам очень сильно попортила жизнь. Я ещё затупил, ну, чё-то всё, мягко говоря, не слава богу. Осторожно, ребят, у него ещё и хок, оказывается, откуда ты взялся. Я вас понял, сэр, я вас абсолютно понял. Здесь я, наверное, вот так вот сделаю, правда, я опять же не знаю, насколько это хорошая задумка или не особо хорошая. Сейчас будем смотреть. Тихо-тихо-тихо, ребят, давайте я здесь наброшу, наверное, молнию, чтобы разобрать пламяка и мошкетёра. И в любом случае больно, слышите, реально очень больно, друзья мои. Надо что-то делать. Давайте я сделаю вот так вот, приготовлю голема по центру. Раз, два, три, голем пошёл. Вот так вот это выглядит. Тут у меня пошёл также ледяной дух. Лучницы всё-таки ничего толком не сделали. Выдаю грома, который, походу, абсолютно нам никак не поможет. Ну и первая катка улетает в ничью. Боже, мы могли победить, ребят. Да, могли. Абсолютно спокойно могли. Наверное, здесь нужно было фигачить молнию с бревном ещё и до кучи. Печально, слушайте. Начало, на самом деле, прям такое обидное. Обидное. Вот по-другому не могу его назвать. Могли спокойно затащить. Вот если бы я не запаниковал и правый тавер не отдал, было бы всё гораздо лучше. Ладно, бывает, бывает, окей. Всё, собрались, держимся, собрались, держимся. У меня готов сейчас опять же коллектор. Меня опять же радует начало. Я делаю, ребят, вот так вот. Я делаю, ребят, вот так вот. Отлично. Он потратил своего шахтёра. Это круто. Ладно, пускай шахтёр дамажит. Я не могу ещё и влиться в лучниц, чтобы его отдефать. Пускай он нанесёт немножко урона. В это самое время мы с вами сейчас будем выдавать ответный урон. Как вы сами, ребята, понимаете, по правой, я думаю, вышке сейчас нам главное накопить немножко эликсира. И всё тогда будет вообще шикардосно. Так, смотрите, мы у него разобрали банду гоблинов. Ёлки-ты-палки. Давайте, ребята, сделаю так. И, наверное, вот так вот банально забацю. Отлично. Изи-дев у нас с вами получается по эликсиру было довольно выгодно всё это дело. Слушайте, смотрите, просто какой он дерзкий. Я прям не могу ему прям... Его хлебом не корми, дай поатаковать. Вы просто гляньте, насколько часто, блин, ну... Гоблину тычку дали. Это провал. Это просто ужасно, друзья. Давайте, наверное, скину голема. Пойдём нафиг по левой стороне. Я не пойду по правой. Мы левого уже немножко прокоцали. Тем более, сейчас будем встречать его, стараться по-всякому. Я надеюсь, получится. У нам коллектор продолжает приносить, собственно, лавандос, что прям очень приятно. Давайте, наверное, сейчас буду набрасывать уже вот-вот дракончика. Готовится к дефу его орды медионов. Потому что у него есть орда медионов, и это, мягко говоря, неприятно. Поэтому нам сейчас нужно её одефать. Давайте, друзья, собрались, собрались, собрались. Полетело бревно на всякий пожарный. Правда, мне тогда сейчас будет нечем контрить у него бочку. Но это уже совсем другая история, верно? Я думаю, да. Так, смотрите, дракончик идеально разобрал медионов. Нет, не идеально, двенадцатые мухи. Ой, камон, почему так больно? Почему так больно они делают? Я не понимаю. Дракон, пошёл. Дракон на деф. Сейчас он ещё и будет рыцарь у него разбирать, я надеюсь. Да, вроде как разбирает. На пару с громом должна получиться хорошая связка. Но, по-моему, я не успеваю, ребят, докинуть голема. Поэтому я и не буду этого делать. Я лучше поставлю коллектор, потому что нам с вами нужно побеждать. А что, победить? Тут нужно сейчас более-менее тактично отыграть. Хотя бы попробовать тактично отыграть. Тихо. Странная торнадо от него, на самом деле, сейчас прилетает. Ладно. Ничего страшного. Я сейчас по-быстрому отдефаюсь от этой фигни. Тут у меня идёт, ребята, бревнишко для контры всей. Опять же, вот это вот дича. Пошёл голем-голем. Ребята, вот катка прям идёт очень потная. Серьёзно. Вот могу сказать однозначно, не на жизнь, а на смерть. Я выдаю здесь громоверство. Если что, то я готов к орде миньонов. Она ведь у него сейчас пойдёт, не пойдёт. Я даже не знаю. О, лол. Вот это вот, на самом деле, довольно неожиданно было. Но я в любом случае, ребят, вы сами понимаете, что делаю. А сбрасываю свою замечательную молнию. Осторожно, друзья. Разбираем мы с вами всё вот это вот, добилиберду его. Тут я пытаюсь дефаться как-то плюс-минус неплохо. Я вижу то, что там шахтёр накидывает плюхи, но мне с этим абсолютно ничего не сделает. Тут, ребята, я выдаю бревнишко. Опять же, успей бревно, бревно. Отлично. Бревно, ребята, успевает. Ну, кто-нибудь тычку. Отлично. Ребята, есть тычка. Тычка наблюдается. Здесь пошёл гром в деф. Гром в деф пошёл. Лучицы для принятия шахтёра. Его нет. И это наша победа. Блин, потная. Серьёзно, ребят, очень потная катка. Вторая подряд. Что тот бой мы прям еле-еле тащили. И в итоге не смогли его до конца додавить. Что этот бой мы еле-еле тащили. Но вот его мы уже до победы довели. И это очень круто. Всё, ребят, давайте продолжаем. Ещё один оппонент. Тоже, тоже, тоже довольно сильный. В плане прокачки. Окей, у нас опять же хорошее начало. У нас опять же есть коллектор. С него мы и начнём. Я его выставляю. Я его выставляю и готовлюсь, допустим, не знаю к чему. А, вот к чему мы готовились. Я понял. Братан, а что ты ответишь на вот это вот? Ты-то свой коллектор, думаешь, поставил и всё. И всё у тебя шикарно. Я тебя огорчу. Нифига подобного. Мы его тебе снесём на изи. А наш ты снесёшь? А наш ты, походу, не снесёшь. А-за-за. Всё, ребят, шикарно. А-а-а, вот ты какой хитрый. Ладно, ладно, окей. Он, ребята, только что потратил фаер, как и мы, молнию. Поэтому этим надо пользоваться. Я сбрасываю тут голема и пытаюсь проводить контратаку. Сейчас, ребята, короче, глянем, что у нас получится из всего этого дела. Но в любом случае, по эликсиру я в плюсе. Потому что я как бы разменял всё гораздо выгоднее для самого себя же. И вот это вот меня действительно радует. Так как противник только что потратил что? Правильно, фаерболл. Мы сейчас должны будем этим пытаться по максималочке пользоваться. Также здесь я, наверное, наброшу луч, чтобы как можно быстрее у него разобрать мегамуху. Но вот, опа, здесь бревно, ребята, вообще не обсуждается даже это дело. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. А, у него там тоже, смотрите-ка, брёвнышко залетает. Тихо разбираем у него вот это вот добро. Наш гром вместе с луками на пару выдаёт довольно неплохой урон. И, ребята, это успех. Мы с вами видим, что это однозначно успех. Так, ну что, он будет давать свой коллектор, братан? Я жду... А-а-а, вот ты как делаешь. Слушайте, я сейчас поставлю коллектор. Это довольно рискованно ставить коллектор, когда тебя атакуют. Но я попытаюсь. Мне нужен коллектор, чтобы сейчас остаться в небольшом плюсе по эриктюру. Потому что я сейчас буду набрасывать довольно много юнитов для дефа. Дракончик, гром, ледяной, скорее всего. Сейчас, короче, сами всё, ребята, увидите. Если что-то молния тоже у меня есть для контры. Да, давайте молнию я, наверное, сейчас и сброшу. Потому что колдуна желательно срубить. Тут у меня идут лучи, друзья мои. Ледяного духа. Прыгни, братишка, хорош. Ледяной дух просто мощный. Ледяной дух мощен, езжи. Осторожно, ребята, разбираем. Всё, идеально. А дефились мы с вами замечательно, ребята. Фаербол он потратил не на коллектор. Поэтому мы можем позволить себе поставить даже ещё один. И сейчас плавненько, грамотно, осторожно, не спеша, переходить в контратак. Как вам идея? По-моему, идея шикарная. Всё, ребят, давайте. К его банде гоблинов я готов в любой момент. У меня есть бревно. Прекрасное, замечательное. Сейчас мы будем с вами встречать его гончу. И всё то, что он тут накидал. Поэтому я уже выдаю здесь дракончика, друзья мои. Я также приготовил громоверста, который у меня пойдёт в это место. И тут у меня 100%, ребята, летит бревно для контры его банды гоблинов. Я не знаю, он либо про бревно забыл, либо что. Но он его выдал сейчас... Вернее, банду гоблинов в своём было сейчас абсолютно напрасно. Вообще, фаербол просто, ребята, в молочище. Он абсолютно ни почему не попал. Тут, ребята, 100% ложится молния. Ну и всё, это стопудовая победа, потому что, ну, невозможно из такой ситуации выкрутиться и выйти победителем. Поэтому, друзья мои, противника мы с вами забираем на одну корону. И, собственно, выходим из этой карточки победителем. Было бы у нас, кстати, ещё хоть, ну, секунд, секунд пять дополнительных. Мы бы его жахнули на трёшку. Я вам это просто гарантирую. Ну а так, это просто красивая, размеренно грамотная, отыгранная. И очень, очень неплохая победа с огромным сундучком под конец. Слушайте, я даже не знал. Я в последнее время вообще не мониторю, какие сундучки мне выпадают. И вот этого довольно неожиданно. Слушайте, ребята, я доволен. Фух, друзья. Ну что, примерно как-то так. Сегодня мы с вами поиграли. Да, я вижу, что у меня остаётся буквально одна корона для того, чтобы добить королевский сундук. Но это я сделаю на следующем выпуске, который, скорее всего, выйдет на втором канале. Поэтому обязательно на него подписывайтесь, чтобы этот самый выпуск не пропустить. Я надеюсь, что я всё-таки его запишу. Поэтому, да, вот как-то так. Примерно таким образом, друзья мои. Мы сегодня поиграли. Были довольно потные и интересные катки. И очень надеюсь, что они вам понравились. Потому что я старался. Пускай в этом бою отыграли не особо грамотно. Но в любом случае, результат меня устроил более чем. На этом, друзья, ролик подошёл к концу. Я желаю вам счастья, добра, здоровья, всего самого хорошего. Пусть у вас всё будет замечательно. Ну и катки тащатся только так. Всем удачи. И давайте, пацаны, девчонки. До скорых новых встреч. Пока-пока.